МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Право голоса» и я, ведущий, Роман Бабаян. Здравствуйте! Кто такие россияне 21 века? Что нас объединяет? Куда мы ведем Россию? На эти вопросы попробуют ответить участники 10-го юбилейного заседания Валдайского клуба. Эти вопросы действительно требуют ответов. Куда мы идем? Какую страну мы хотим получить в будущем? И что нас может объединить? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. Наша программа «Право голоса» имеет каждый, но я предлагаю первым воспользоваться этим правом Николаю Злобину. Николай, давайте для начала попробуем разобраться. Что такое идентичность? Какую страну мы хотим получить в будущем? И пересекается ли понятие российской идентичности с такими понятиями, как национальная идея, государственная идеология? Ну, я думаю, мы в рамках этой передачи не найдем ответов на эти вопросы. Нащупать что-то можем? Поколение за поколениями пытаются найти ответы на этих вопросы. В принципе, ну, под идентичностью понимается некая система ценностей, которая более или менее разделяется в данном обществе. Ну, система ценностей, в принципе, во всех обществах примерно одна и та же. Разница, скорее, заключается в том, какая иерархия этих ценностей, какой ценности, каким ценностям представляется больше внимания и значения, а каким меньше. Вот иерархия ценностей действительно вещь достаточно своеобразная. Россия примерно разделяет примерно те же самые 10 ценностей, что разделяют основные ведущие страны современной цивилизации. Порядок немножко другой. Например, так сказать, в России меньше внимания уделяется религии, традиционно уделялось значению религиозных догматов, например. Больше уделяется роли государству, чем, например, в тех же Соединенных Штатах, где, например, ценность семьи стоит на первом месте по опросу американцев. В России ценность семьи не стоит на первом месте. Здесь нет хороших, плохих ценностей. Вот, ну, исходя из этой иерархии, можно немножко понять общество. Все понял. Максим, цитата. Очевидно, что современное государство – это политическое объединение граждан. Однако такое объединение не может представлять из себя просто механическую сумму жителей некой территории. В этом случае оно будет просто абсолютно нежизнеспособным. Подобное объединение может быть жизнеспособным только в том случае, если оно основано на общем для всех его членов, то есть для всех людей, которые живут на той или иной территории, набором фундаментальных ценностей. Общая культура, общая история, историческая память, если она существует в умах и сердцах людей, а не только на бумаге и в официальных государственных документах. Именно такое объединение принято называть нацией. Ну, это слова, это заявление Гарри Каспарова. Согласен у вас с таким мнением? Ну, в деталях, в общем, знаете, так, это как бы масло масляное. В деталях я не согласен, что общая культура является прям вот признаком на эти нации. Это Гарри Кимович смотрит у нас на Европу и полагает, что маленькие европейские нации, которые стремятся к такому, знаете, как бы консолидации небольшими группами по типу, здесь Чехии, здесь Словакии, здесь там каталонцы, здесь баски, что это и есть вот образец подражания для всего человечества. Но у каждой страны есть свой путь. Я, например, считаю, что разница культур может быть в рамках одной великой страны. Это имперский проект. Всякая империя реальная, она обеспечивает единство права, единство управления на своей территории. Но внутри империи возможны проживания народов с совершенно разными культурами. И если в отношении них действует единый закон, единое право и единая общая цель развития, то народы прекрасно существуют. А эти народы должны объединяться общей историей или общей исторической памятью? Общая история – это понятие очень сложное. Образ будущего гораздо более объединяющая вещь. Чего мы хотим? Мы разные люди, дети разных народов. Чего мы хотим для себя? Почему мы хотим жить в едином пространстве? Все понятно, Максим. Но смотрите, какая история. Для того, чтобы создать вот этот образ будущего, для того, чтобы понять, в каком направлении двигать страну, необходимо, чтобы в этом направлении двигались абсолютно все. Двигались все. Это даже у Сталина не получилось, чтобы двигались все, понимаете? Даже у Сталина были огромное количество людей, которые принципиально двигались в иную степень, которые предпочитали в лагеря садиться, но не двигаться в этой единой поры. Есть политическая сила, поэтому есть политическая борьба. Есть политические силы, которые создают образ будущего. Тут оппозиция есть там, которая считает, мы должны жить как в Европе. Я считаю, что это смерть России, что это гибель, что это нельзя допускать, и против этого надо бороться любой ценой. Алексей Всеволодович, европейская модель – это гибель для России. Хотя очень многие эксперты говорят, что нам действительно не нужно идти каким-то своим особым путем, не нужно придумывать что-то свое в плане идентичности, национальной идеи, идеологии, еще чего-то. Давайте возьмем за пример именно Европу, ту самую модель, которая зарекомендовала себя эффективной и успешной. Что же там эффективнее, когда там две войны, а пустошительные войны. Вот сейчас узнаем. Значит, по поводу войн это мы все хорошее узнаем. 50 граждан людей убиты были. Но если мы сейчас посмотрим по сторонам, посмотрим на себя, посмотрим, на чем мы приехали, на каких машинах, на каких компьютерах мы сидим, в чем мы одеты, какие у нас часы. Мы увидим Китайскую Народную Республику, Алексей Всеволодович. Спасибо вам большое за то, что вы делаете внимание. Так, очень хорошо, что Максим, Максим, очень хорошо, что ты получил такие аплодисменты, но все-таки на китайских машинах мы не ездим. Это так. Пока. Получается так, что мы их отвергаем, они, ну там это ужасно, но все, что сделано там, за кордоном проклятым, вот на этом-то мы и живем. Какую будем материализм, это просто поразительно. Техника, технологии, а все, что мы берем, мы берем, простите, не из нашего кармана, а мы из их кармана берем. Система выборов, отхода пришла. Система представителей на Россию, но это еще не все. Вот смотрите. Грекам, пожалуйста. Секунду, друзья, ну дайте послушать, пожалуйста. Секунду, секунду, слушай. Подожди ты с греками. Лучше поговорить, Макс, ну подожди. Давай голландцам, по поводу капитализма теперь привяжемся. Николай, пожалуйста. А вот эта невоспитанность, это тоже от нашей идентичности. От нашей, не от европейской. Не от нашей. Идем дальше. Так идем дальше. Вот вы подняли проблему, и очень правильно, пути развития, национальный путь развития, это принципиальная проблема. Как я это себе представляю? Ну, во-первых, все национальные пути, которые мы знаем, индонезийский социализм, арабский, там еще и так, все это накрылось, простить, медным тазом. Это первое. Второе. Что такое национальный путь, основанный на идентичности? Ну, во-первых, вы мне его покажите, вы мне его на стол положите. А во-вторых... Пока не можем. О, правильно. Пока не можем. А когда могли, в том-то и... А то же никогда. И самое главное, подожди. Нет, у каждого свое видение. 20-й век, это век нашего народа. У каждого свое видение. Я уйду, я замолчу. Нет, 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 слушай, Макс, секунду. Что не можем-то? И самое последнее. Вот есть велосипед, правильно? Да. Он хороший, он там работает, там и сам колеса крутятся, руль, есть это... Давайте возьмем велосипед, не будем изобретать свой. Да, подстроимся под велосипед, и его подстроим под себя. Человек должен подстраиваться под велосипедом, и так далее. Это главная мысль либералов вообще. Но если мы будем сейчас самоизобретать то, что уже давным-давно изобретено, и используется, и успешно используется во всем мире, даже китайцами, даже японцами, то мы, во-первых, потратим время, изобретем какую-то ухудшенную второстепенную модель. Поэтому, когда мы говорим о нашей идентичности, которая безусловно есть, безусловно, и мы должны ее принимать во внимание и уважать, и сами себя уважать. А все-таки давайте брать то, что было уже сделано, и приспосабливать к себе, и приспосабливать. Дмитрий, слушаю вас. Ну, прежде всего, если уж говорить о выборе, то европейский выбор Россия уже сделала однажды, и сделала его в пользу вполне определенной модели. Это произошло в 15 веке. Не только символы тогда перешли, но и православие, и определенная система принятия решений, которую часто называют византизмом, и много чего еще. И отказываться от того, что веками используется, в общем, бессмысленно. Но дело просто в том, что это не просто было заимствование. Это была вполне определенная модель, которая включала в себя и ордынские традиции, и византийские, и много чего еще. А вот по поводу велосипеда, его покраски и использования, подобная модель, она, ну, как и всегда говорят, вот модернизация. Есть несколько эшелонов. Был первый эшелон, второй эшелон, давайте-ка мы впрыгнем в третий. Это изначально ущербная модель. Те, кто догоняет, Алексей Васильевич, никогда не догонит. Надо иметь свое представление, конечно, о происходящем. Нужно иметь свою политическую систему, безусловно, основанную на неких общих принципах. Нужно иметь свое представление об истории, а надо сказать, у нас множество фрагментов, этапов общего исторического. Это и отмена крепостного права, это, так сказать, до этого объединительные процессы, тот же европейский выбор. Дмитрий, а вы можете сказать, что мы все сегодня являемся нацией? И, наконец, сейчас секунду, и, наконец, должно быть общее будущее. А я считаю, что общее будущее у народов России и у тех областей, которые в нее входят, безусловно, есть. А общее, конечно, ценностный выбор, мне кажется, должен быть. Я думаю, что ценности, которые сформировались, допустим, в советское время, которые так дорого, вот, Максиму Леонардовичу, они действительно вновь возвращаются сегодня, и, мне кажется, вообще носят универсальный характер. И эти ценности – это труд, родина и семья. Леонид Владимирович, а как вы думаете, почему мы... 20... 20 сколько? Сколько лет прошло после распада Советского Союза? 22. 22. 22 года мы ничего не делали. 22, да. Мы ничего не делали. И вдруг... Ну, подождите, сейчас. И вдруг мы стали так активно говорить о том, что нам нужна национальная идея, нам срочно нужна государственная идеология, нам нужно понятие нашей идентичности, мы собираем площадки экспертов для того, чтобы они сформулировали эти понятия. Что такое, почему, чем это объясняется? Общество созрело, государству, власти это надо. Или, может быть, это вообще вопросы глобальные, скажем так, вопросы самосохранения страны. Вот я хочу понять, почему такая активность вдруг? Ну, на мой взгляд, активность это объясняется ситуацией свободы. Свободы? Да, свободы. С 91 года мы свободны во всех смыслах. Свобода – это ведь переходное состояние. Так. Свобода – это то, для чего, Коль, да, человек живет, чтобы сделать окончательно определяющий выбор, чтобы стать несвободным по отношению к своему решению. Понимаете, вечно свободный человек – это человек, который не знает, что он будет делать, проснувшись. Бродяга такой. Да, это перекати поле, это человек, которого любым ветром сдует. И мы сегодня, вот и это наша дискуссия, мы ощущаем, что нас колышут ветры, которые исходят из чужих цивилизаций. Понимаете? Мы катаемся туда-сюда. И мне кажется, что за эти 20 лет испытания свободы, а нет страшнее испытания в мире для человека, нету. Человек все может вынести, но только не свободу. Другой вопрос, продаст ли он ее за хлеб, как Достоевский предупреждал, да, в своей легенде о великом инквизиторе, или он ее обменяет на осознанный, осмысленный, продуманный, связанный с исторической судьбой выбор будущего. Такая диалектика. Сегодня, вот сегодня, это страшный выбор перед каждым. Мы прожили эти 20 лет не понимая, что нужно сделать личный выбор. Вот сегодня это решающее понимание приходит, как мне кажется. Хорошо, Валерия, вот скажите мне, как вы думаете, вот эта активизация, активизация действий по поиску национальной идеи, идеологии, идентичности, вот это вот имеет какую-то связь с протестным настроением, которое есть в некоторой части общества? То, что сейчас происходит, ничего нового сейчас нет. Проблема, как мне кажется, не в этом. Вопрос, который вы озвучили в самом начале, по поводу нации. Вот мне кажется, главная проблема сегодняшней России, это то, что у нас отсутствует именно идентичность российская. Потому что вы начали с этого. Понятие, да, что мы являемся единой нацией. Мы себя не ассоциируем, не идентифицируем, потому что, когда мы говорим про европейскую идентичность, это воспринимается не как фигура речи, а как нормальное политическое явление. И люди себя считают европейцами. Люди говорят, ты кто за границей, кто ты? Ты русский, ты не россиянин. А с учетом того, что на территории Российской Федерации очень сильно уже проявляются региональные идентичности. И в ситуации, когда страна фактически раскалывается, когда есть Дальний Восток, когда есть сибирская идентичность, уже по Волжье говорит о своей идентичности. Мы учим про Северный Кавказ на секундочку. Нет, Северный Кавказ фактически себя ощущает государством в государстве. И когда мы, граждане своей же страны... Что Карачаево-Черкесия себя ощущает государством в государстве. Что Кубанский край это государство в государстве. Максим, позвольте мне... Сейчас, сейчас, Максим. Мы слушаем мнение Валерии, да. Когда мы понимаем, что в многонациональном государстве жители наших регионов, жители Северного Кавказа, приезжая в центральную Россию, воспринимаются как чужие, как не свои и тем более не как граждане, и когда мы даже не можем различить человека, приехавшего из стран СНГ или из Кавказа, когда мы понимаем, что у нас есть взаимные неприятия, я сейчас боюсь слова ненависть, но она усиливается. Именно в этой ситуации единственное, что может спасти многонациональное государство, это формирование российской идентичности. Но, Роман, это будет возможно только тогда, когда и интеллектуальная элита, и общество в целом перестанет быть тенетолкаем. Потому что для того, чтобы пойти вперед, необходимо иметь некий консенсус, хотя бы по базовым ценностям. А когда у нас нет консенсуса даже по поводу нашего исторического прошлого, и когда мы путаемся в понятии, что такое Вторая мировая война, что такое Великая Отечественная война. Вот это и называется либеральный фашизм. Они все хотят нас построить в один ряд. Все хотят либералы, всегда хотят, чтобы мы были все одинаковые. Подождите, подождите, я сейчас не вижу, что Валерия хочет нас оказывать консенсусом, друзья. Она сейчас констатирует факты, это же факты. Роман, я прошу обратить внимание, что до тех пор, пока мы будем расклеивать друг другу на лоб ярлыки, то, что делает Максим, мы все дальше будем от этого консенсуса. Я согласен. О чем мы говорим? Правильно говорит Валерия, она говорит, что у нас нет перспективного планирования. Это у Валерия нет, а у нас есть. Ну тогда сформулируйте, вот Юрий, если есть, давайте сформулируйте. Во-первых, сегодня формируется на самом деле консенсус большинства населения страны. И поэтому, давайте посмотрим, кто перед нами стоит просто, давайте посмотрим. Это люди, которые считают, что Россия должна встроиться в западную цивилизацию, в Европу. Я ни в коем случае не говорю, плохо, хорошо. Но, видите, 25 лет, с момента перестройки, западные ценности, европейские ценности, с момента перестройки четверть века. Каков результат этого проекта? Правильно Алексей Всеволодович сказал? Своих машин нет, своих самолетов нет, своей идентичности, что мы обсуждаем, своей идентичности нет. И нет массы вещей, и мы все находимся в полуколониальном состоянии. Поэтому четверть века их проект реализовался, еще 5-7 лет, я думаю, и 2 года, страна больше не выдержит. Это первый момент. Прекрасно, прекрасно. Отличная перспектива. Нет, отличная. Альтернативу давайте. И, к сожалению, для того, чтобы обсуждать позитивную идентичность, я сейчас скажу, в чем позитивная идентичность. Необходимо четко понимать запрещенное будущее. Запрещенное будущее быть как Европа, это смерть России. Поэтому я прошу прощения, не хотел это говорить. Когда я сюда шел, мне редакторы сказали, кто примерно будет стоять на той стороне. Моя супруга, она говорит, а что ты там будешь говорить, возьми автомат. Нигде он. Понимаете, к сожалению, к сожалению, к сожалению, не ношу с собой оружие, но я к чему это говорю? Интересно, супруга. К тому, к тому, что люди прекрасно понимают, неолиберальный проект, псевдолиберал в России. Не сработал. Не только не сработал, но это гибель страны, это негатив. Что сработало? Теперь позитив. Альтернатива, Юрий. А теперь позитив. Позитив. Кажите, что делал? Позитив. Это что такое? Социализм сработал, как ни странно, поверьте. Социализм сработал. По поводу единства позитивного тоже никаких проблем нет. Кстати, социализм в европейский проект. Николай, вы что-то там говорили про европейскую толеранность. Правильно был проведен пример по поводу 15-х веков европейский проект. Вы не были бы столь любезны. Раз за разом Россия поворачивается к Европе. У меня терпения не хватает. Я против интеграции. Ни один человек не стал за интеграцию с Европой. Не надо врать. Говорилось о том, что Европа имеет привлекательные черты в своей модели. Америка имеет, Китай имеет. Что у России сегодня привлекательного? Что Китай может взять у России? Придумайте что-нибудь. Создайте систему образования. Хорошо, все, Юрий, слушаем дальше, слушаем дальше. Конкретные вопросы, друзья. Конкретные вопросы. В России нет единства, это ложь. Великая победа, Великая победа. Великий полет Гагарина, это то, что объединяет 95% в том числе молодежи, как это ни странно. Понимаете, кроме придурков и несчастных людей. Задача России быть мировой державой, которая является по Чаадаеву, которого неправильно называют западником, быть настоящим совестным судом, потяжбом человечества. В Сирию берем, вот конкретные примеры. Это правильная позиция. И в этом смысле, в этом плане, это позитивный проект. Мы должны восстановить государство. Мы не создаем, не мешайте нам. Кто вам мешает? Должны восстановить технологии. И мы это сделаем. Ты же заинтересовала. Не потерять науку при этом. И наш проект мировая держава. Противоречий нет. И мы это сделаем. А ваше время кончилось. А кого судить? Николай. Китай что ли? Николай. Какой аспект идентичности, на ваш взгляд, является ключевым? Национальный, социальный, религиозный. Какой из этих аспектов у нас хромает чаще всего? Где мы спотыкаемся и не можем преодолеть? Мне кажется, наш разговор показывает, что, собственно, вообще весь разговор об идентичности затеян для того, чтобы консолидировать народ вокруг ненависти. И вот этот гражданин, который в приличном обществе говорит, что вот зря не взял автомат, живой пример. То есть это приличный, а он процитировал. Человек пришел, хорошо процитировал свою жену. Смотрите, очень культурный человек. Это, конечно, удар не же. Да, человек процитировал свою жену и сообщает об этом как о милой шутке. Что ему нужно взять сюда был автомат, чтобы не разговаривать с нами, а перестрелять с нами. Весь разговор об идентичности, который в том числе мы сегодня ведем, затеян нечистоплотными политиками, желающими удержать власть в этом государстве, в нашем государстве, при помощи ненависти, для того, чтобы поссорить русских между собой, естественно. И это единственный функциональный смысл нашего сегодняшнего разговора. Потому что национальная идея ни одной нации еще никогда не была нужна. Она нужна только тоталитарным режимом с целью манипулировать сознанием, ссорить между собой разные группы и таким образом как можно дольше оставаться у власти. А государственная идеология? Государственная идеология я тоже не вижу ее. Тоже не нужна. Ни одному государству она не нужна. Мы видим, что вы процитировали социологические опросы. Что интересует людей? Их интересуют пенсии и зарплаты. Их интересует просто обычная жизнь. Их не интересует всякая ерунда. Их вы погнали в эту ситуацию. Их интересует... Слушайте, вы 12 лет, а, вот люди, от имени которых вы тут говорите, правите страной. Да, это результат вашего правления. Хватит принять все время на прошлое. Это вы 25 лет правите страной. Честно, мне вообще с вами после вашей ремарки не хочется разговаривать. Это ваша проблема. Это ваша проблема. Друзья, вот пока я вам скажу так, вот пока мы будем говорить, действительно, что там кто-то в кого-то хочет пострелять, а кто-то с кем-то не хочет разговаривать, мы ничего не родим. Я не хочу разговаривать с человеком, который просто... И мы с этими темпами очень быстро развалимся на радость нашим недоброжелателям. В этом и цель этого спора. Роман. В этом и цель этого спора. Потому что ненависть, как известно, объединяет людей гораздо эффективнее, чем общие ценности, о которых очень сложно договорить. Ну что ж, мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут, и право голоса получат наши эксперты, которые присутствуют в студии, но еще не участвовали в нашем разговоре. Это программа «Право голоса» и я, ведущий Роман Бабаян. И сегодня мы пытаемся понять, в каком направлении должна идти наша страна, что такое наша идентичность, нужна ли нам национальная идея или государственная идеология. «Право голоса» у наших экспертов. Георгий Николаевич, ну с вас начну. Вот давайте разберемся, как вы считаете, надо брать за основу европейскую модель, велосипед, о котором говорила эта страна, или же мы должны все-таки идти своим путем? Надо нам посмотреть на весь земной шар и посмотреть, где удачные страны. С кого бы надо брать пример и кое-что можно взять. В этом смысле насчет велосипеда вы правильно сказали. Зачем изобретать велосипед там, где он есть? Но это не значит, что надо все копировать слепо. Нам надо задуматься о том, чтобы идти тем путем, которым идут самые быстро растущие, быстро развивающиеся страны. А они есть, они уже вырисовываются. Это путь смешанного общества, интегрального общества, комбинированного общества, которое сегодня показывает высочайшие результаты в таких странах, как Китай, Вьетнам, Индия, Бразилия, Белоруссия и Казахстан. Мы должны учитывать и результаты, добытые мировой наукой раз, и наши собственные особенности два, и практика мировая, которая нам иллюстрирует, что все это возможно. Вот куда надо бы идти, но нам трудно идти в этом направлении, потому что мы завязли в том капитализме, в котором мы оказались. Понятно, да, Максим? И история развивается в нескольких форматах. Первый формат – это способ формирования капитала и способ борьбы за приватизацию капитала в интересах правящих элит или в интересах так называемого народа. Это первый формат истории. Второй – это история ценностей, развития ценностей и общностей. Совершенно очевидно, что в России вопрос, как формируется капитал, кем он присваивается, как он распределяется в интересах общества, не решен до сих пор. Этот формат решается. Второй, связанный с этим параллельно, вопрос о ценностях. Ценности – я считаю, что тут мы очень далеко продвинулись, на самом деле, в этом вопросе. Вот я уверен, что наши оппоненты, не знаю, как там автоматы, это мы все оставим, согласятся. Согласятся, что вот этот вот способ формирования капитала и распределения капитала, разговор о ценностях, возможно, в той ситуации, когда на самом деле соблюдается право, соблюдаются суды. Неважно, это советский суд, или демократический. То есть как в Европе. Здесь проблем нет. Но в суд надо прийти, здесь есть проблема. Нет, я имею в виду, здесь нет никаких возражений. Я пока не знаю, пока они не говорили. Как в Европе, короче. Нет, ну право, суды, как можно против этого возражения? Формат политоэкономический, ценностный формат и правовой формат. Вот во всех трех форматах в России идет работа, синтеза. И поэтому наш диалог является очень продуктивным. Павел, многие эксперты говорят о том, аналитики, политологи говорят о том, что вот в то время, когда весь мир сошел с ума, когда там в Европе, допустим, легализовывают однополые браки, когда во главе угла исключительно только какие-то либеральные ценности, права человека и т.д. Россия должна стать страной такой, хранительницей, страной-хранительницей традиционных каких-то ценностей. Да, очагай. Союз традиционных народов. Традиционных ценностей. Вот как вы считаете, кто прав? Вот те, которые это заявляют, это действительно, они правы в этой ситуации? Или же все-таки нужно каким-то образом вот так вот реагировать на процесс, который в Европе происходит, и попробовать этот процесс запустить у нас? Ну, понимаете, идея привлекательная воспроизвести ситуацию XIX века, когда русский царь воспринимался как хранитель некой монархической традиции в Европе, и Александр I создал Священный Союз именно для того, чтобы сохранить консервативное начало и не позволить Европе скатиться в череду революции. Закончившейся Крымской войной. Да, хотя она потом скатилась. То есть идея хороша, но, честно говоря, оснований в реальной нашей политике и реальной ситуации для реализации этой идеи я вижу очень мало. Да, потому что сама Россия на самом деле находится в глубоком кризисе, потому что наша страна, так получилось, является обрубком Советского Союза. Она является такой разваливающейся империей, очень похожей на Османскую империю конца XIX века, когда она находилась в состоянии распада и когда ее называли больным человеком Европы. Проблема заключается в чем? Что для того, чтобы... Много говорят о ценностях, много говорят о национальной идее, об идентичности, но что за этим стоит? Грубо говоря, если говорить теоретически, для того, чтобы государство могло существовать, и чтобы могли работать институты, чтобы могла работать демократия, должна существовать нация, условно говоря, гражданский коллектив, в рамках которой должно быть сделано главное. Должно быть, чтобы люди признавали друг друга людьми. Если мы посмотрим на Европу, есть стандартные обращения друг к другу. Ну, например, во Франции месье и мадам. Это общий гражданин. Ну, они не говорят гражданин сейчас, они не говорят ситуацию, как он там. Ситуаен они не говорят. Ну, раньше говорили. Раньше, раньше. Это было аристократическое обращение к принцам. Принца называли месье, брата короля, а принцессу называли мадам. Потом это стало общий гражданином. А мы общаемся друг с другом, типа эй, да? Да. В России 19 века слово «сударь» употреблялось. И употреблялось обращение «милостивый государь». Да, хотя «государь» это вообще-то обращение к царю. Или просто «сударь». Да, или «сударь». Сейчас у нас нет общий гражданинского даже обращения друг к другу. У нас, с одной стороны, существует проблема русского народа. Нет. Между русским народом и Россией, как государством территории, нет никакой юридической связи. Контракта нет. То есть у нас в Конституции вообще русский народ не прописан. Да. Большой знак вопроса. Пропишем русский. У нас только написано, что русский язык государственный. Ничего, что русский это 8-10 с лишним процентов населения нашей страны. А про это нигде не написано. Про это нигде не написано. С чем про это писать? Минучку. С точки зрения официальной доктрины, у нас многонациональное государство 200 народов. То есть русские игнорируются, но при этом на территории самой России. Как можно игнорировать тех, которых 80 с лишним процентов? Ладно. Идем дальше. Ну, идем дальше. Хорошо, идем дальше. Каким образом? Сейчас, сейчас, секунду. Это мистолет, правильный банджур. Леонид Павел, ну пусть договорит Павел. Нет, зафиксируем. 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 Павел предлагает вариант идентичности, связанный с концентрацией именно на русскости. Да, вот как? Деньги русские. Да, вот то, что предлагает Павел. По-моему, так у нас испокон веков. Разве нет? Дайте объяснение. Ну, кто бы ни приехал, мы за границей все кто? Нет, не так, разве? Слушайте, мы в армии маршировали, и туркмены спокойно пели. Россия, любимая моя, родные березы-то поля. Он в жизни березу не видел, но он пел и нормально себя чувствовал. Какие проблемы? В Азии 20 сантиметров носок, пой. Тогда он пел. Так он, естественно, пел туркмения, родная моя. Ладно, продолжаем дальше. Продолжаем, да. При этом у нас на территории России есть 16 государств, они же республики. Государствами их называет наша Конституция. Да. Которые являются национальными государствами, соответствующих титульных народов. Ну, 20-20 объектов. Ну, 16 республик, там субъект сейчас национальных несколько больше. Значит, которые ведут национальное строительство. И которые, в общем-то, особенно на Кавказе, но не только на Кавказе, в общем-то, начинают, по сути дела, отделяться от России. Этот процесс идет, идет процесс размывания территориальной целостности, идет процесс оттока, например, с того же Северного Кавказа русского населения и так далее, и так далее. Все это проблемы. Их надо решать. Я думаю, что на базе создания нации вокруг Союза русского народа и других народов России. Потому что в противном случае нас ждет просто развал по вот этим вот границам республик на какие-то куски, на какие-то национальные государства уже на следующем этапе. Очень часто, очень часто, в некоторых странах, когда возникает вот такая вот ситуация, и потом вдруг наступает какая-то беда, война или еще что-то, объединяются. Но нас почему-то даже это не может объединить. Пока нет войны, есть гражданский диалог. Хорошо. Война – это совсем другая ситуация. И так вы поняли, да? Да, я понял, Роман. Это совершенно естественный процесс формирования национальной элиты и национальной идеи. Процессы формирования элиты и национальной идеи совпадают. Элита рождается в войне, в крови, в проблемах. Как и идеи рождается. Но бывает так, что страна не переживает такие проблемы. Надо, чтобы как-то в этой ценности, к этому периоду как-то смигрировали, как-то собрались в какую-то, знаете, критическую массу. Маленький пример. Проблема индустриализации в стране в 30-е годы. Это было дело кто угодно, кто был в власти. Большевики, лица. Что бы делали индустриализацию? Нам было необходимо. Это понималось в стране. Хотя были страшные, ну, жуткие просто репрессии в отношении крестьянства одновременно. Поэтому, к сожалению, вот мы сейчас можем дискуссировать. Но царская индустриализация была совсем другой. Она началась даже в годы Первой мировой войны из индустриализации. Извините, ЗИЛ заложили в годы Первой мировой войны. В общем-то, поэтому, к сожалению, вот мы сейчас можем дискуссировать. Значит, это хорошо. Это говорит о том, что, в общем-то, мы живем в мирное, нормальное более-менее время. Но в период, когда вот ситуация будет обостряться, конечно, начнется как-то формирование. Совершенно такой, ну, с круглыми путями формироваться такая будет идея. И элита тоже. Элита, она происходит очищение ее. И вот с этим вопросом, конечно, как нам быть с бизнесом, деятели вот там иностранный бизнес, российский бизнес, и так далее, и тому подобное. Деньги, к сожалению, у нас сейчас интернациональные. Их всего-то одна валюта, практически. Если мы пойдем в том варианте, когда начнем что-то контролировать, там, создавать какие-то институты национальные, там, и так далее, мы окончательно будем голые боссы. Поэтому у меня такая вот, в результате возникает такое дикое ощущение, что вот, ну, оставьте мужика в покое. Безощущенность. Вот оставьте мужика в покое. Контроль, и так далее. Он сам найдет, как это потратить свои деньги, как вот ищить проблемы тоже государства, в котором он живет. Потому что мы все заботимся, как бы его проконтролировать, как бы его поставить какие-то рамки, условия. В итоге мы, естественным путем, возвращаемся в прошлое. Мы удивительная страна. Мы будущее ищем прошлым. Но какая страна? Храм? Бассейн. Бассейн? Храм. Снова бассейн. Это вот эти замкнутый круг какой-то. Ой, не дай бог. И последнее, хочу сказать, что дискуссия бесконечна, друзья мои. Надо единственное, что я соглашусь с моими коллегами, вопрос решать по ценностям. Ценности должны мигрировать, собираться в кулачок, и появиться должны наши национальные ценности. Не то тут 10 ценностей, которые вообще мировые. Это хорошо, мы, естественно, смотримся на них в фоне. Но что-то такое свое, что добавит в нашу цивилизацию некую такую изюминку. А мы должны быть открыты всего миру. Китай, Китай, ничего пока нового не создал. Он взял все технологические новинки мира, но остался Китаем. Константин, скажите мне, вот были какие-то опросы, выясняли бы, допустим, у людей в результате своих опросов, понимают ли они вообще в принципе, что такое национальная идея, идеология, идентичность, понимают ли они важность, допустим, этих понятий, и верят ли они, что если это все будет сформулировано, да, и образовано, то жизнь изменится в лучшую сторону? Я хотел бы подчеркнуть два аспекта. Один социологический, второй психологический. Социологические, мне очень интересны были данные, когда мы спросили, действительно, а вы разговариваете дома со своими близкими, либо с друзьями, а куда движется наша страна от национальной идеи? Оказалось, что 46% наших граждан более или менее часто разговаривают об этом. 46%. Мне показалось, что это очень высокое. Запрос есть. Стоп. Теперь в какая возрастная категория? Так. 45 и выше. Понятно. А молодежь? Старше 45 лет. А для молодежи, друзья мои, более интересны, совсем другие проблемы. Они разговаривают об этой национальной идее меньше. Для них важно получить качественное образование, получить качественную хорошую работу, высокооплаченную. Для чего? Сделать карьеру, состояться в жизни. Нет, подождите, Константин. Вот получить образование, понятно, для чего, чтобы получить потом работу. Понятно тоже, для чего, для того, чтобы там сделать карьеру, материальное благополучие и так далее. Но где, для чего все это? Для того, чтобы двигать страну, для того, чтобы куда-то уехать, и там прекрасно себя чувствовать. Это абсолютно не странный момент. Момент выживания и самореализации в жизни. Это главная ценность. Самореализация. То есть, когда он в лагерь помещает людей, у них становятся другие ценности. Выжить, поесть. Понятно. Когда уже люди достигают чего-то, когда у них есть возможность что-то размышлять, они начинают думать о родине, о нации. Интересно. Что такое, да? Интересно. Это факт. Второй момент. Последние годы мы видим стабильность реальную в обществе. И реально люди, грубо говоря, спокойно, что они требуют? Сильного, спокойного, сильного государства и спокойного существования. Чтобы они могли планировать абсолютно право. Не на два, не на три, не на пять лет. А как, намного больше. Чтобы они могли рожать детей. Чтобы они могли брать квартиры в кредит, в ипотеку. И тогда, тогда можно говорить о том, что... Это называется комфортное существование. Я, на самом деле, очень внимательно слушал. И мне было непросто. Потому что я понимаю, когда звучат ярлыки как фашисты, когда автоматы, когда я не собираюсь себя слушать. Главная ценность, которую, к сожалению, наше нетолерантное общество, к сожалению, разделяет далеко не все, и даже элиты интеллектуальные, это уважение. К сожалению, мы не уважаем друг друга. И наша интеллектуальная элита это демонстрирует в прямом эфире всей нации. А потом для них станет нормально говорить, либерал-фашист, доставай автомат, я тебя расстреляю. Нет, секундочку, это разные вещи. Либерал-фашист это политический термин. Могу вам его разъяснить, если хотите? Максим, можно? Ну, понятно, что... Понимаете, я создал его старт. Первое, уважение. Потом, конечно же, уважение, простое. Абсолютно такое впечатление, что у нас люди не за стойкой стоят, а в окопах. И такое впечатление, хотят закидать друг друга гранатами, этими терминами. Так повешать ярлыки, еще поближе их там бой начнет с боксерский. Только слава богу, фарматы. Мы выросли на Балом и Думе. Герца написывает, как там Хомяков с Белинским закидывали друг друга интеллектуальным гранатами. Это русский способ жить и понимать мир. Мы хотим быть русскими. Мы друг друга уважаем. Я Коля уважаю, я Важа Валерьевна. Но я не согласен с ними. Максим, Максим. Я кто с ними сражаться, эти интеллектуальные. Мы русские. Это наша судьба такая. Надо понять одну простую вещь, что сражаются, когда эксперты и интеллектуалы, и когда слушают простое население, которые не понимают разницу в виртуальном, автоматом. И они говорят совершенно о другом противостоянии, о других способах. Валерия, слушаем вас. Нет никакого простого населения. Нет простых людей. Я бы хотела добавить к комментарию господина Абрама. Спасибо большое. Просто очень много наблюдений. Но вот ко всему, что вы сказали, добавляется. Ты спрашиваешь. Они хотят заработать. А зачем? Вот за это время, новой России, мы успели вырастить поколение потребителей. И они стали прекрасными потребителями. И поскольку общество развивается как маятник, мы из одной крайности перешли в другую крайность. Но я надеюсь, что сейчас этот маятник начнет перемещаться к какому-то нормальному состоянию, когда не только материальные ценности, но и духовные будут говорить в нашей молодежи. Потому что те, которые чувствуют себя достаточно комфортно сегодня, знание языков, хорошее образование, могут найти работу за границей, они не ощущают себя россиянами. Они космополиты. Они, да, они граждане мира. Они живут сегодня здесь, завтра там. Им абсолютно комфортно. Те молодые люди, у которых образование только корочка, работают не по профессии и прочее, прочее. Посмотрите, что надо сделать? Просто выжить. То, что сказал коллега, к неуважению еще добавляется базовая проблема российского общества. Это тотальное недоверие. Недоверие друг другу, недоверие государству, недоверие другим политическим институтам. Вот этот параметр старого улучшается. Недоверие. Поэтому еще один момент, последний. Когда, опять же, говорят про эффективное государство, может быть, и хотят сильного, но основной проблемой является что? Коррупция, которая, опять же, пронизывает общество и которая подкрепляет ситуацию с недовериями. То самое недоверие и все остальное. Мы сейчас прервемся. Вернемся в эту студию через несколько минут, и право голоса поучат наши зрители, у которых тоже есть вопросы к нашим гостям. Это программа «Право голоса». Я ведущий Роман Бабаян, и сегодня мы говорим о нашей идентичности, о национальной идее, о государственной идеологии. Пытаемся понять, в какую сторону должна идти наша страна, и какую страну мы хотим вообще, в принципе, получить и видеть. Право голоса у наших зрителей. Пожалуйста, первый вопрос из зала. Здравствуйте, меня зовут Ярослав. У меня к вам вот такой вопрос. После распада СССР на так называемом постсоветском пространстве, у какой из стран, по вашему мнению, лучше всего развита национальная идея и идентичность? Может быть, нам не стоит смотреть в сторону Запада, Европу, Америку, да? А поискать что-то поближе, да? Да, воспользоваться примером кого-то из наших ближайших соседей. Да, пожалуйста. Спасибо. Потом Максим, потом вы. Вы знаете, очень хороший вопрос, но у нас совершенно разное странное. С точки зрения классической, чистой идентичности, это, пожалуй, Армения. Я бы так сказал. Но, если мы будем сравнивать и искать более-менее относительных аналогов с Россией, это все-таки Казахстан. Вы знаете, ни одну из стран бывшего, ни одну из республик бывшего Советского Союза, кроме бывшей РСФСР, нельзя брать за пример. Все они пошли по пути строительства этнонационализма. Все этнонациональные государства испытывают серьезнейший кризис. То, что ни одна этническая элита не обладает такими полномочиями, даже тиранические режимы Средней Азии, чтобы удержать как бы в этнонациональных рамках своих государств. Россия — это самое успешное государство после развала СССР. Мы пошли по пути строительства тяжелого пути. Демократия, равенства всех народов перед Конституцией, по пути строительства современного развитого государства. Это самый сложный путь. У нас нет тирании, чтобы нам не говорили наши оппоненты. У нас есть элита, которая обладает чрезвычайно большими, неконтролируемыми народом полномочиями. Задача следующего этапа нашего развития — выстроить институты, которые заставили бы эту элиту отчитываться перед народом. В остальном у нас лучшие положения. Пожалуйста, Георгий Николаевич. И в этом мы, кстати, союзники с нашими оппонентами. Я в данном случае хотел с вами на 50% согласиться, Алексей Всеволодович, потому что действительно Казахстан показывает пример успешного развития. Вы заметите, что ни таджики, ни таджики, ни киргизы есть здесь, в Москве гастарбайтеры. Ни одного казаха здесь нет. Почему? Потому что страна идет такими темпами, которых нет у других стран. Хочу вам сказать, что господин Назарбаев изучал опыт и НЭПА, и Ли Куан Ю, и скандинавских стран, и так далее, и так далее. И вот он выбрал как раз ту самую модель, которая дает оптимальные результаты. Он думал о том, кому отдавать богатство национальные недра земли. Никому. И думал, кому отдавать концессии. Приближенным, так сказать, богатым миллионерам. Нет. Он отдал их крупнейшим западным корпорациям, о которых знал, что они, так сказать, с ними можно работать. И вот они вывели эту страну в отличие от нас, которая, так сказать, дала эти все недра приближенным к телу, так сказать, дельцам, которые спекулятивные. А он сделал созидательный капитализм. И сегодня этот капитализм показывает, так сказать, самый лучший темп в мороз. Не только Казахстан, Белоруссия. Поезжайте туда сегодня или побудьте там. И вы увидите, что причуды кабалось бы вот этого Лукашенко. А это замечательный, так сказать, менеджер. Это сочетание то же самое, так сказать, капитализма с социализмом. Он когда брал мировой опыт, он поехал в Китай. И ему кто-то сказал, а вы еще нам, так сказать, опыт папуасов привезите. Но он шел по этому пути и говорил, что капитализм должен быть от пирожков, от малого. И вот эта страна сейчас тоже идет вперед. Лучше, чем другие. Мы самая богатая, самая успешная, как это ни странно, страна. Потому что к нам хотят ехать. Имелся в виду не экономический момент. И даже во всех отношениях. Потому что, смотрите, что происходит с Украиной. Вот хороший пример. Украина разорвана. Она стремилась получить свою независимость, незалежность, идентичность. Но теперь мы видим, что это два желто-синие пенгомерата, которые стоят друг против друга. В России. Вот не согласен сразу. Давайте. Вот не согласен. Я все прекрасно понимаю, о чем вы говорите, Ленгий Владимирович. Да, да, действительно, там Запад, Украина, это там отдельная история. Восток, Юг, это все отдельная история. Но вы посмотрите, что происходит. Они враждают пострашнее, чем мы. Да, все правильно. Но и Запад, но и Запад, секундочку, и Восток, они все стремятся к союзу с Европой. Они сейчас в ноябре подпишут этот договор. И даже социологические опросы проводились на Донбассе, который вот именно вот тот самый русскоязычный регион. Даже население Донбасса, Дмитрий, все равно за сотрудничество с ЕС. Вот вам, пожалуйста, объединение вокруг общей цели. Не они стремятся, а украинская элита, которая продала свою страну, разорила ее, разградила. Теперь хочет, чтобы ее бытие историческое было обеспечено гарантиями европейской бюрократии. А социологические опросы это кто? Это кто? Сосиологические опросы на Украине сегодня. Вообще не имеет значения. Вообще не имеет значения. Хорошо. Когда у них сахар будет по европейской цене, опросы будут другими. Может быть, может быть. Но для того, чтобы понять, в каком стакане чай сладкий, в каком нет, надо попробовать. Вот они подписываются сейчас под эту общую цель, для того, чтобы попробовать. Андрей Иванович. Действительно, практически во всех странах посредственного пространства победил технический национализм. Во всех, включая, кстати, Белоруссия тоже. В общем-то, и это привело в тупик. Вот идентично заменена национализмом этническим. Примером для них была, конечно, Прибалтика. Она первая на это уровень вышла и первая получила, что называется, проблемы. Самая такая, самая идентичная республика была, беспроблемная, это Литва. Литва, да. 600 тысяч гастарбайтеров в России, народ там подбежал. Молодежь у себя выезжает целыми классами, целыми аудиториями выезжает. Едут к нам. Да, это нищая страна. Это не гастарбайтеры, а граждане союзного государства, которые просто чуть больше налогов платят в России, обладают такими же правами. Вы молодец, вы правильно назвали гастарбайтера, но мы-то, вот обыкновенный народ, который копает им грядки, они считают это гастарбайтерами все равно. Белорусы грядки не копают. Копают. Поверьте, еще как здорово копают. Сильно интенсивно. Еще здорово копают. Так вот, значит, поэтому здесь, это вариант, я совершусь, российский вариант самый тяжелый. На первый взгляд почти безнадежный, потому что все это многонациональная страна, но самый верный. Все этнические национальные группировки, которые выявляют сейчас власть, включая тоже Белоруссию, они обречены. Они обречены реально. И все проблемы еще приеде. И с украинской государственностью, и с белорусской, и с казахстанской государственностью, которая не является успешным государством. Я, коллега, здесь не соглашусь. Две простых причины, два простых объяснения того, почему действительно Россия лидер. Самый успешный пример. Самый успешный пример. Первая причина экономическая. От Литвы до Казахстана элиты говорили о том, что они независимы реально от Российской Федерации тогда, советской. Что у них есть собственные ресурсы, собственные возможности. Мало кому на постсоветском пространстве модель независимого процветания удалась в экономическом смысле. И второе, более важное, на мой взгляд. Из всех стран, которые образовались на постсоветском пространстве, только у России есть соображения, идеи, идеология, мотивация. У нас идеология есть? Сейчас, секунду. Мотивация развития. Мы сейчас битый час, говорим о том, что у нас ее нет. Я закончу. Она, оказывается, есть. Идея, идеология, мотивация развития, которая выходит за пределы унылого этнонационального существования. Да, национальная идея еще не создана. Но, черт возьми, есть. Есть эти мотивы, которые выходят за пределы, прошу прощения, местечковых интересов. Есть. Все. Все, друзья, время вышло. Спасибо. Я хочу сказать следующее. Я понимаю, о чем вы говорите, Дмитрий, что мы хотя бы об этом думаем. Думаем и делаем. И работаем в этом направлении. Но, но, я вот не припомню ни одной страны из бывших советских республик, которая бы говорила постоянно, что она находится на грани исчезновения, на грани распада. Мы постоянно об этом говорим. И так будет продолжаться до бесконечности, я вам скажу. Потому что мы, мы, даже вот на одном квадратном метре договориться не можем. Вы действительно, вот вы люди, которые должны мозговым штурмом сформулировать что-то такое и дать нации, народу. Вы люди, на которых мы все смотрим. А люди, которые не дождутся от вас этого ответа, они быстро свои заборы разберут на этих. Вот это возьмут в руки Коля и начнут выяснять отношения уже не словами, а вот этими Колями. Очень не хочется, чтобы так произошло. Все, встречаемся, побудем в этой студии. Помните, что право голоса есть у каждого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok